Вот уже несколько недель в пятиэтажке на улице Зинаиды Коноплянниковой нет горячей воды. Зато целые озера парят в подвале этого дома круглые сутки. Вот только до решения проблемы нет никому никакого дела. И жильцы остались с этой проблемой. Один на один. Подробности далее. Нельзя сказать, что в этом доме нет горячей воды. С сарказмом говорят собственники квартир. Она есть, но там, где ее быть точно не должно, в подвале. Здесь жарко и сыро. Как будто бы сауна. В этом доме. За окном плюс 30, в квартирах на первых этажах еще жарче. Теплый пол не слишком актуальна опция летом. Поэтому в этом подъезде Настя ж дверь вовсе не из-за гостеприимства жителей, а для вентиляции. Так как уже на стенах начинает зарождаться цивилизация. Причина этой горячей проблемы – прорыв трубы. Две недели назад перекрыли воду, но при этом до сих пор парит, и горячей воды в доме нет. Ликвидировать последствия ЧП некому. Жильцы звонили в управляющую компанию, но диалог не складывается. Рассказывает Ирина Коптик. Кидают трубки или говорят какие-то непонятные фразы. Вы позвонили в аварийно-беспечерскую службу. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Оператор ответит на ваш звонок. Спасибо. На линии можно оставаться бесконечно, сетует Ирина. Вероятность ответа сводится к минимуму. К управляющей компании у жильцов накопилось много вопросов, на которые никто не спешит отвечать. По словам собственника, в доме течет крыша, не убирается двор и еще ряд других проблем. На семь бед у работников УК домовладелец Т один ответ. Мелодии автоответчика. Тогда жильцы решили приезжать в офис лично. Заехал, они мне опять говорят, звоню в аварийную. Я не пойму, за что они деньги берут. Я в Москву уже звонил, я не знаю, куда на них звонить. Они меняют название и все. И присылают только квитанции. Впрочем, задать вопрос УК, почему произошла такая авария, когда и как она будет устраняться, оказалось задачей с несколькими неизвестными. Даже для нашей съемочной группы. По словам жильцов, их управляющая компания успела сменить за короткое время несколько названий. Об этом, кстати, свидетельствует и количество табличек на фасаде офиса. Несмотря на разгар рабочего дня, никого из сотрудников на месте не оказалось. Судя по объявлениям на двери, рассказать о своих проблемах жильцы могут только в строго отведенные для этого дни и часы. Как будто они тоже возникают строго по расписанию. Собственники квартир в доме номер 19, корпус 1 по улице Зинаида Конопляниковой отправили жалобы в ГЖИ. Но пока на них ответа нет. Искать защиту они намерены уже в прокуратуре.